Каких результатов ожидают от реализации национального проекта повышения производительности труда? Что предлагают регионам экспертов Федерального центра компетенций? Эти темы сегодня обсуждали на форуме в Нижнем Новгороде. В его работе принял участие глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Прямой путь к эффективности. К реализации национального проекта повышения производительности труда и поддержка занятости приступили более 30 регионов страны. Перед властями субъектов стоят масштабные задачи. Детали обсудили на полях форума. Здоровая экономика. То, к чему мы стремимся. Наша первоочередная задача – сделать российскую экономику конкурентоспособной. От роста производительности зависит развитие экономики, отвечают спикеры форума. Стратегическая задача – повысить эффективность работы в промышленности и социальном секторе. На реализацию национального проекта заложены многомиллионные суммы. От инвестиций ожидают двойное дача. Именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентноспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепление экономического потенциала регионов и страны в целом, решение насущных задач социальной сферы. Форум производительность 360 для региональных властей – повод перенять лучшие практики, отметил глава республики. Самая главная наша задача в чем? Чтобы улучшать качество управленческих процессов для того, чтобы поднять доверие простого народа к органам власти. Вот это самый главный вопрос. Ключевой вопрос и ключевая проблема. То, что здесь единая платформа создана и управленческой командой губернатора, и муниципальных образований, где живут на самом деле простые люди, по-другому говоря, на земле, вся эта единая платформа работает на качество оказания государственных и муниципальных условий. В реализацию национального проекта Чувашия включилась в прошлом году, став пилотным регионом. Эксперты Федерального центра компетенции работают уже на семи предприятиях республики. На очереди еще 23. В итоге производительность труда должна вырасти более чем на 30%. Такую задачу обозначил Михаил Игнатьев. Производительность труда по тем производствам, где на самом деле специалисты работают, уже увеличивается в среднем по году на 15%. Это вот очень важный фактор. То есть это очень правильно. Остальные должны смотреть и подтягиваться. Тем более же организации участвуют не сырьевого производства. Это прежде всего обрабатывающее производство, где добавленная стоимость производится на интеллектуальном труде. И в перспективе мы хотим эти процессы вовлечь 60 организаций Чувашской республики. Это минимальное количество. Бережливые технологии, позволяющие повысить эффективность труда, осваивают и медики республики. Модернизация больниц, повышение квалификации врачей, перевод регистратуры в поликлиниках на электронный формат работы. Все это, отмечает министр здравоохранения региона, привело к сокращению очередей у кабинетов. Но и потенциал еще большой. В прошлом году 18 поликлиник, в этом году 4 поликлиники вошли в работу по принципу бережливого производства. Люди видят те изменения. И здесь мне хочется сказать, и открытая регистратура, и комфортная зона ожидания наших пациентов, цифровизация. Это то, что мы сегодня можем. И электронно, и дистанционно через интернет записаться. На прием врача-специалиста можно прийти, записаться через информаты. Ну и, естественно, сильная наша сторона, это была всегда цифровизация здравоохранения. То, что мы сегодня очень активно их используем, она дает свои плоды, но и удовлетворенность наших пациентов. Рост производительности, системная работа. Персональный ответ за реализацию проекта должны нести главы субъектов, отметил Сергей Кириенко. Вы знаете, что подписан указ президента, по которому у каждого главы региона появляются свои 15 показателей, которые точно, на которые влияние производительность труда оказывает очень серьезные. Я абсолютно уверен, что любой нормальный руководитель региона, когда он получает такой показатель, что сделает после этого? Он поставит такие показатели своим доместителям, министрам и главам ключевых муниципальных образований. И я уверен, честно говоря, что он в 2024 году не закончится, потому что процесс улучшения бесконечен. И самое главное, когда люди это начинают чувствовать, у них у самих начинают гореть глаза. Все инициативы участников форума лягут в основу региональных программ развития. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.